Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на МТВ в студии Илья Власенко. Прямо сейчас, коротко о событиях этой пятницы. В эти минуты в центральном районе Волгограда вдоль зеленой зоны на нулевой продольной магистрали высаживают сосны. В Центральном парке культуры и отдыха сегодня в искусственный пруд выпустят проснувшихся после спячки черепашек. Где с небом сходится земля? Выставка волгоградских художников с таким названием откроется сегодня в музее Машкова. А в Кировском районе в ритмах весны закружат хореографические коллективы ДК «Патриот». Об этом не только расскажем сегодня в течение дня. В начале выпуска новости об изменении в законодательстве. Жители осажденного Сталинграда приравняли паск-статусу ветеранам войны. Закон подписал Владимир Путин. Инициаторами изменений в российском законодательстве выступили ветераны Волгоградской области. Ранее их предложение поддержал губернатор Андрей Бочаров. Со слов благодарности в адрес президента России поздравления всех жителей с важным событием, глава региона начал сегодня церемонию вручения государственных наград. С момента учреждения в 2022 году почетного знака жителя осажденного Сталинграда его получили 3,5 тысячи жителей. И смотрите далее в этом выпуске. Подготовка фонтанов города к летнему сезону, открытие нового дневного стационара в онкоцентре и почему стоять на гвоздях полезно для здоровья. Народная библиотека, художественная галерея, удобная парковая мебель и светоидиодная пергола. Все это появилось в Комсомольском саду Волгограда и рассчитано на комфортное времяпровождение жителей самых разных возрастов. Глава горда героя Владимир Марченко в ходе рабочей поездки оценил результат работы по благоустройству этого общественного пространства. Комсомольский сад в Центральном районе – объект притяжения горожан в любое время года. У объекта значительная площадь, всегда многолюдно. Особенно много волгоградцев приходят сюда отдохнуть в летнее время. Чтобы сделать отдых горожан по-настоящему семейным, муниципалитет уделяет большое внимание благоустройству этой общественной территории. Преображение пространств проводят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Для всех любителей книги на территории парка появилась Народная библиотека. Формат ее работы предусматривает возможность взять на время книгу, которую нужно будет вернуть в течение 15 дней. По понедельникам ценители литературного искусства смогут обсудить произведения. Для волгоградцев здесь будет представлена литература разных жанров, от классики до современных произведений, и, конечно же, работы наших земляков, членов Союза писателей. Народная библиотека будет работать с 12 до 20 часов. В соседнем павильоне разместят галерею искусств, на которой будут представлены работы волгоградских художников. Запланировано проведение мастер-классов и художественных занятий для взрослых и детей. Владимир Марченко предложил продумать варианты возможного расширения культурных пространств. Мастер-класс, допустим, придет сразу 20 человек. Где посадить? Ну, а если на улице? Будем развиваться. Да, да, да. Поэтому вы давайте тоже подготовьте предложение, а мы подумаем, как. В субботу 29 апреля состоится торжественное открытие Народной библиотеки и галереи искусств. С участием волгоградских мастеров также в парке выступят творческие коллективы. В рамках второй очереди реконструкции Комсомольского сада в этом году подрядчики замастят новое тротуарное покрытие, агрономы уложат газон, а уход за растениями обеспечит современный автополив. В Волгограде стартовала подготовка фонтанов к летнему сезону. Сооружение расконсервируют после зимнего периода, и первые фонтаны будут дарить прохладу жителям и гостям города уже на майских праздниках. Тему продолжит Дарья Соловьева. Температура воздуха за окном все выше и выше. Впереди знойное лето и жаркие деньки. Сезон фонтанов в Волгограде откроется в период майских выходных, а пока специалисты проводят профилактические работы. Одним из первых к пробуждению после зимней спячки начали готовить гидротехническое сооружение на реконструированной нижней террасе центральной набережной. Сейчас производится расконсервация фонтанов, очистка, расшивка швов, сейчас монтируется оборудование, дальше будем наливать воду и делать пусконаладку. Расконсервация фонтанов – сложный и трудоемкий процесс. Рабочие монтируют оборудование, затирают швы, чтобы чаши фонтанов прослужили как можно дольше. Ежегодно во время этой процедуры проводится техосмотр двигателей, а контакты обрабатывают специальным раствором. Аналогичные работы сейчас ведут и на гидротехническом сооружении у мемориальной экспозиции БК-31. Первые фонтаны начнут работать уже в майские праздники. Среди них гидротехнические сооружения в парках Петрово и Лесогород в Советском районе, а также новые объекты на центральной набережной. Дарья Соловьева, Роман Седлецкий. Время новостей. Вода зашла в Волго-Ахтубинскую пойму в достаточном объеме. Достигнута рыбная полка. Об этом во время выездного совещания заявил губернатор. Андрей Бочаров рассмотрел вопросы экологии, повышения качества жизни людей, развития прибрежной территории и сохранения уникальности поймы, а также оздоровления Волги, Дона и малых рек. По мнению экспертов, несмотря на малоснежную в этом году в Волгоградской области зиму, объем воды в пойме сегодня сопоставим с многоводными годами. Сброс воды начался раньше запланированных сроков и в течение пяти дней достигал порядка 27 тысяч кубометров в секунду. Сейчас рыбная полка достигнута, сброс снижен до 16 кубометров в секунду. Вода сегодняшняя зашла в пойму, зашла в достаточно приличных объемах. Задача, которую мы перед собой ставим, у нас должно быть заполнение от 75 до 95 процентов, от главных показателей в этот год. Наша задача такая, что мы в течение пяти-семи лет, пяти-семи дней полностью могли заполнить пойму. И, кроме всего этого, после этого уже с помощью водопропускных сооружений регулировать объем воды на конящее пойму. Системная работа по дополнительному обводнению Волго-Охтубинской поймы началась в 2014 году и продолжается в рамках национального проекта «Экология», приоритетных проектов развития Волгоградской области и государственных программ. За девять лет расчищены больше 62,5 километров водных объектов и реабилитировано почти 9 тысяч гектаров ериков и озер. Таким образом, в общей сложности восстановлено 48 водных объектов, возведено 50 водопропускных сооружений. Глава области отметил, что на 100% планы прощистки ериков и озер при введении в порядок гидротехнических сооружений будут выполнены в 2024 году. Следующая задача – добиться полного заполнения поймы в 10-дневный период сбросов. Решить ее возможно только при строительстве обводного канала и комплекса гидросооружений на Ахтубе, и соответствующий проект уже подготовлен. Создание комплекса направлено на сохранение уникальной экосистемы Волго-Охтубинской поймы, улучшение условий жизни для ее жителей, развитие мелиорации и создание новых рекреационных зон. Также сегодня в центре внимания задача оздоровления Волги и Дона, рек Донского, Волжско-Камского бассейна, а также обеспечение очистки стоков и канализационных вод. В частности, в несколько этапов реализуется профильный проект на острове Голодном. На правом берегу построено 13 водовыпусков для ливневых вод. Еще одна ключевая задача – продолжение берега укрепления. В федеральный центр уже направлено предложение региона на выделение опережающего финансирования для строительства еще одного из участков со стороны южных районов города. Вопросы берега укрепления реки Волги являются важнейшей задачей, потому что она позволит реализовать ряд масштабных серьезных вопросов, в том числе включающих вовлечение в оборот земель, находящихся непосредственно вдоль реки Волга. С 2014 года в Волгограде возведено больше 4 километров защитных сооружений и укрепленную линию планируют продолжить до границы с Кировским районом. При этом первый участок в границе между улицами Иркутской и Одесской уже возведен. Этот отрезок имеет стратегическое значение для прибрежных территорий города. Модернизированный стационар Волгоградского онкодиспансера принял первых пациентов. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания посетителей и удобства работы врачей. В новом дневном стационаре ежедневно смогут принимать до 250 пациентов. В пяти залах 66 мест для ввода химиотерапевтических препаратов. Выстроенная логистика передвижения пациентов позволяет максимально эффективно использовать мощности отделения. Медики осуществляют лечение, применяя передовые технологии, воздействуя на опухоль с минимизированным воздействием на здоровые ткани. В работу отделения внедрены элементы реабилитации. С пациентами работает психолог. Установлен аппарат, который замораживает волосяные луковицы. Одно из достижений – создание кабинета централизованного разведения химиопрепаратов с новейшим оборудованием. Они существовали только в Москве и Казани. Сотрудники этой специализированной аптеки прошли дополнительное обучение. Новые технологии позволяют обеспечить высочайший уровень безопасности для пациентов и врачей. Губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки оценил новую инфраструктуру и возможности онкодиспансера, созданные благодаря активному участию региона в проекте «Борьба с онкозаболеваниями» нацпроекта здравоохранения. Избиение палкой, запрещенные вещества в кейсе от наушников и волгоградцы отдали мошенникам еще 2 миллиона рублей. Подробнее об этих историях расскажет представитель предслужбы регионального главка МВД России Яна Маркина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На посту ДПС в Светлоярском районе инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы областной госавтоинспекции остановили автомобиль, следовавший со стороны города Волгограда. В качестве пассажира в автомобиле находился 19-летний молодой человек, поведение которого вызвало подозрения у сотрудников полиции, а служебная собака подала инспекторам знак, что у него находится запрещенное вещество. Полицейские приняли решение провести личный досмотр, в ходе которого в кейсе от наушников были обнаружены и изъяты два свертка с веществом растительного происхождения. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Очередные факты мошенничества зарегистрированы на территории региона. В Волжском пенсионерка пострадала от действий лже-сотрудника банка, который предложил провести операцию по отмене кредита, которую якобы оформили мошенники на ее имя. Женщина перевела свыше 1 миллиона рублей на различные счета, которые ей продиктовал незнакомец. Аналогичным способом злоумышленники похитили почти 1 миллион рублей у слесаря из Дзержинского района Волгограда. А в Кировском районе пенсионер решил получить прибыль от торговли на бирже ценных бумаг. Доверчивый волгоградец перевел лже-брокеру 847 тысяч рублей, но обещанной прибыли так и не дождался. Уважаемые граждане, будьте бдительны, не верьте сомнительным звонкам и предложениям, не переводите свои сбережения неизвестным лицам. 55 миллионов рублей на обводнение поймы, ужесточение антикоррупционного законодательства и опасные продукты для майских праздников. Краткий обзор самых читаемых публикаций МТВ.онлайн. 55 миллионов рублей получит Волгоградская область на обводнение Волго-Октобинской поймы. Соответствующий документ уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Купаться было запрещено. Волгоградец сломал шею, отдыхая на пруду в Городичинском районе. Виновницей происшествия следствие называет владелицу турбазы. В Волгограде восстановят памятник автомобилистам войны ЗИС-5. Мэрия уже проводит конкурс на определение подрядчиков. В Волгоградской области ужесточат антикоррупционные требования к чиновникам. Об изменениях в законодательстве читайте на нашем сайте. Волгоградцев приглашают на открытие летней творческой площадки на Центральном рынке. Первые музыкальные вечера в этом сезоне будут проходить на площадке с 28 апреля по 9 мая. Какие коллективы будут выступать, читайте на нашем сайте. В Волгоградской области подорожали баранина и репчатый лук. Как изменились цены на другие продукты питания, читайте на портале МТВ. А также, какие последствия в организме вызывает корь и по каким симптомам распознать опасный вирус. И почему на майских праздниках стоит отказаться от яиц и молочных продуктов? Неожиданные советы от Роспотребнадзора. Об этом и не только. Читайте на сайте mtv.online. 65 лет детской музыкальной школе. Все эти годы старейшее здание доп. образования остается одним из центров профессионального мастерства и музыкальной культуры Волгограда. К юбилею юные таланты и их педагоги и выпускники школы подарили волгоградцам яркий творческий праздник. В зале царицинской оперы нет свободных мест. На юбилейный концерт пришли гости, друзья, партнеры, выпускники музыкальной школы и, конечно, родители. В музыкальную школу у меня ходит дочка, отделение симфонического оркестра. Мы заканчиваем пока первый класс музыкальной школы. Научилась, я думаю, что многому. Она уже играет гаммы, она уже, по-моему, почувствовала инструмент. И, так сказать, главное, что у нее не пропадает желание. Я научилась имитировать разные эмоции, выражать ярче свои чувства и также играть на инструменте фортепиано. У меня есть детская мечта – стать актрисой либо певицей. Все воспитанники отличаются трепетным, уважительным отношением к истинному искусству. Но и без шуток здесь не обходится. Открывая юбилейный вечер, дружная семья музыкальной школы номер пять решила удивить гостей. Вместо ожидаемого академического номера зрители увидели на экране динамичный клип. В роли солиста – руководитель школы. 65-летний юбилей, юбилей творчества, юбилей искусства. Планы самые грандиозные – развиваться дальше, помогать детям окунуться в искусство, окунуться в культуру, окунуться в то творчество, которое наши преподаватели могут им дать. Сегодня в многопрофильном учреждении получают дополнительное образование более 500 юных волгоградцев. В их числе лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, региональных, областных, городских и межшкольных конкурсов и фестивалей. Я уже хожу восьмой год в музыкальную школу. Она мне довольно-таки много дала. Она подарила, во-первых, друзей, приятелей. Также она подарила какое-то все равно мастерство театральное. То, что я спокойно себя чувствую на сцене, у меня поставленный голос. Одна из самых резонансных творческих работ учащихся и педагогов – опера «Брунди Бар» об ужасах нацизма. Исполнители ролей – артисты нескольких детских творческих коллективов Волгограда, в том числе музыкального театра «Сады Семирамида» – музыкальной школы номер пять. Даются серьезные вещи, потому что учеба. Сначала учеба, то есть база, а потом уже именно коллектив, который действует, гастролирует, действительно собирает очень хорошие отзывы и профессионалов, и любителей. Ребята получают отличное образование, обучаясь на музыкальном, хореографическом, музыкально-театральном отделениях школы. Ее воспитанники и творческие коллективы – образцовый ансамбль танца «Мозаика», музыкальный театр «Сады Семирамида» – не раз становились персональными и коллективными стипендиатами Волгоградской городской думы. Педагогам школы вручили благодарственные письма администрации Волгограда. Это одно из лучших учреждений топ-образования города Волгограда. Ни одно событие в городе, которое проходит, не обходится без детей, без преподавателей этой школы. Поэтому я хочу отдельное спасибо сказать тем, кто каждый день, приходя в школу, занимается, учит, работает с нашими ребятами. Коллектив школы насчитывает более 40 педагогов-профессионалов. Он сформирован из числа музыкантов разных специальностей – хореографов, актеров, режиссеров. Делают все возможное, чтобы вырастить из наших детей настоящих людей. Понимаете, это самое главное. Профессия вторичная, потому что так, как они здесь учатся общаться, взаимодействовать. Музыкальным подарком для зрителей в юбилейный вечер стал фрагмент спектакля «Чиполина». Постановка вышла в свет два года назад и уже собрала немало наград, среди которых гран-при международного фестиваля «Благовест». Ирина Абрамова, Рубентальский, Время новостей. Любовь к жизни, воплощенная в картинах. В Волгоградском доме литераторов имени Михаила Луконина открылась выставка произведений художника-пастелиста Ирины Маловиченко. Атмосферу творческого праздника дополнили стихи о весне и бардовские песни. Что вдохновило автора на создание ярких живописных работ, расскажет Сергей Чеплыгин. Творчество Ирины Маловичко, художницы, которая обладает удивительным умением видеть поэзию в жизни и переносить ее вот на эти работы, которые мы вешаем в наш сегодня Кушкинский зал. Это главное объяснение, почему выставка картин проходит в Доме литераторов. На лице художника всегда улыбка, на душе всегда весна, а глаза наполнены любовью. Любовью к жизни, к людям, к природе. Глядя на ее работы издалека, не сразу получится понять, что перед нами не фотографии, а картины, в которых есть и душа, и любовь, и настроение, и сотни других положительных смыслов. В этих работах я увидела продолжение, с одной стороны, той же темы ее, поэтическое восприятие мира, то есть чистоты, какой-то особой наполненности внутренним, душевным ее содержанием. И в то же время это находит отклик и любого человека, который подходит к этим работам, и он чувствует, что это ему близко, что это он видел. Для Ирины Маловичко эта персональная выставка не первая. Стать художником она решила неожиданно, вдохновившись произведениями волгоградского художника Габриэлы Штуркиной. Ирина Сергеевна признается, получаться стало не сразу. Мастерству пастельной живописи училась у известных российских мастеров, а сейчас сама с большим удовольствием дает уроки, так же, как и в картинах, всецело отдавая себя. Сама пастель, у нее огромная такая красота, огромное преимущество, она бархатистая и очень легкая, но с другой стороны, она как пальца на крыльях бабочки. Она ее можно стереть, ее можно стряхнуть нечаянно, поэтому, когда творишь аккуратненько, а потом, конечно, под стекло убираешь, и она сама по себе, она хранится как раз века, потому что нет связующего, который там желтеет, выгорает. У Ирины Маловичко более 500 картин. На выставке под названием «Вдохновение весны» представлены произведения, появившиеся на свет после 2020 года. Среди них есть и работы учеников Ирины Сергеевны. На открытии выставки в Пушкинском зале Дома литераторов царила по-настоящему творческая атмосфера. Звучали музыкальные подарки в исполнении бардов, добрые слова и пожелания в адрес Ирины Маловичко. Поэты читали стихи. Выставка открыла очередную новую страницу жизни Дома литераторов. Ну, я сегодня вижу радостные лица моих коллег, потому что, наконец, после трехлетнего заточения, мы сегодня в родном доме. Спасибо губернатору Андрею Ивановичу. Он в этом был очень заинтересован, помог нам. Возвращение к нашим истокам – это сегодня большой праздник не только для писателей, для многих волгоградцев, кто так или иначе связан с нашей культурой. Многие из присутствующих рассказывают, попав однажды на выставку картин Ирины Маловичко, пропустить следующее ты не захочешь. Так случилось и в жизни гвардии подполковника Бориса Николаевича Соколова. Поэт Заблодский сказал, что любите живопись поэты. Листей единственное дано, все в жизни там приметы переносить на полотно. Поэтому художники и поэты, они сродни. Выставка картин Ирины Маловичко будет открыта в Волгоградском Доме литераторов до 31 мая. Каждый желающий сможет прийти и проникнуться непередаваемой атмосферой творчества и весенним вдохновением. Сергей Чеплыгин, Александр Шишин. Время новостей. Их не пугают никакие проблемы. На пути к здоровью они готовы преодолеть любые препятствия. В Волгоградской области становится все больше поклонников гвоздестояния. Волгоградка Мария Шабанова более двух лет укращает доску с хатху сама и помогает стать сильным духом всем желающим. Дарья Денисова прошла по дорожке из гвоздей и расскажет, что в этот момент испытывают новички. Стоянием на гвоздях Мария Шабанова увлеклась спонтанно, из любопытства. По ее словам, такой инструмент самопознания был для нее очень актуален. Накопилось множество вопросов, хотелось найти на них ответы. Девушка не могла встретить вторую половинку. Благодаря необычной восточной практике удалось понять, в чем причина неудач. В этом году она выходит замуж. Многим может показаться, что это какая-то магия. Из разряда я встала на гвозди, сразу раскрылись небеса, все благо на меня посыпались. Так не работает на самом деле. Гвозди – это лишь инструмент самопознания. Доска с ху, некий тренажер, борец со стрессом. Когда вы идете по специальным гвоздям, в организме выделяется большое количество окситоцина, гормона счастья и любви. По словам Марии, стояние на гвоздях – это не только польза для здоровья, но и возможность избавиться от стресса, получить огромный заряд бодрости. Эта практика помогает также нормализовать артериальное давление, расслабить мышцы и снять физические и психологические зажимы. Сейчас такой очень быстрый темп жизни. Мы порой какие-то вещи не замечаем, мы летим, мы живем неосознанно. А гвозди помогают остановиться, погрузиться в себя, понять что-то интересное о себе и пойти уже полететь дальше в мир уже с другим настроением, с другими осознаниями. Гвозди воздействуют на акупунктурные точки, тем самым улучшают процесс кровообращения. Но необходима консультация специалиста. Есть несколько противопоказаний. Перед тем, как встать на гвозди, убедитесь, что у вас нет раны, повреждений на стопах, простуды, варикоза и других заболеваний кровеносной системы, диабета и беременности. Гвозди, они как зеркало, они отражают то, что глубоко и то, что мы не осознаем в обычной жизни. И когда ты эту установку осознал, и ты уже идешь дальше в свою жизнь, уже действуешь из другого состояния, ты уже замечаешь какие-то возможности вокруг, ты более, как сказать, наполненный энергией, и, соответственно, твои действия более продуктивны, а результат, значит, более эффективен. Эта практика подходит тем, кто стремится познать себя и поддержать здоровье. Благотворно влиять на психическое состояние человека помогает лучше справляться с эмоциями. Это просто очень больно. И сейчас шаг-шаг и сразу на пол. По словам экспертов, стояние на гвоздях поможет вам укрепить и тело, и дух. Особенно весной и осенью в период обострения хронических заболеваний, низкого иммунитета и депрессии. В качестве приятного бонуса вы научитесь легко концентрироваться на поставленной цели и продуктивнее работать. Дарья Денисова, Виталий Грищенко. Время новостей. 1 мая в связи с большим количеством болельщиков на ретро-матче на Волгоград-арене на некоторых улицах ведут пешеходный режим. Для обеспеченной безопасности с 20.30 до 22.30 пешеходными станут участки 1-й продольной от улицы Маршала Крылова до 7-й гвардейской и 0-й продольной от улицы Маршала Крылова до Землянского. Водителям следует планировать объезд по 2-й продольной магистрали. В Дени проведения футбольного ретро-матча на маршруты общественного транспорта выйдет дополнительный подвижной состав. Троллейбусы будут ждать болельщиков на специально определенных остановочных пунктах. Работу скоростного трамвая продлят до полуночи. С 16.00 интервал движения сократится до 6 минут. Последний вагон от остановки Волгоград-арена до станции Ельшанка пойдет в 23.00. В направлении ВГТЗ в 23.45. Дополнительные троллейбусы выведут на маршрут 8А, продлят работу трамваев маршрутов 1, 2, 4 и 10 и автобусов маршрутов номер 2, 6 и 88. По окончании футбольного матча для удобства зрителей дополнительный подвижной состав подадут к остановкам ЦПКО троллейбусы маршрутов номер 8А и Мамаев-Курган троллейбусы маршрутов номер 8А и 15А. Подвижного состава будет достаточно. Транспорт будут отправлять сразу по заполнению салона. Уехать смогут все. Для обеспечения безопасности в условиях интенсивного пешеходного движения после 21.00 трамваи и троллейбусы будут следовать мимо Волгоград-арены без остановки. Начало его карьеры было блистательным. 24-летнего Сергея Захарова, победившего на шести международных конкурсах песни, знала вся страна. Он был кумиром девушек и женщин. После спровоцированной драки он попал на полтора года в тюрьму. Это показательное наказание должно было сломить слишком яркого и независимого артиста, но он выстоял. О непростой судьбе и творческом становлении известного и любимого зрителями певца, народного артиста России, смотрите документальный фильм Сергея Захаров «Я не жалею ни о чем». На этом пока все. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал Дзене. Встретимся в эфире уже в 17.00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26. Субтитры подогнал «Симон»!